всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквозь пальцы постараюсь немного коротко сказать краткое вступление до последнего пока еще будет существовать youtube и будет возможность на него выходить я буду выкладывать видео на youtube далее будет у меня попробую осваивать ru тут не знаю яндекс цен скорее всего вконтакте есть поэтому всем везде вы можете меня найти как анастасия как ну буду пытаться осваивать поэтому не знаю насколько у меня вывезет телефон и мой интернет это все дело но будем пытаться пока что для меня это все дремучий лес так в общем это я сказала теперь девчата все это время я не не практически никого не смотрела так если какие-то короткие небольшие видео у кого-то я заглядывала смотрела сейчас только начинаю возвращаться на вышивальные тупо этому все ко всем вернусь всех буду смотреть всех своих кого я смотрела поэтому вот так ну и давайте покажу и расскажу что я вышивала на этой неделе добила я наконец слава тебе и всем остальным ура наконец добила я снег в городе ну покажу что из этого получилось и как он сейчас у меня выглядит повышевала я немножко фею и хорошо очень сильно я протолкнула тигрика своего и давайте сейчас мы посмотрим а давайте я коротко скажу а еще я вышивала дельфины свои от смолты дельфины в океане это выглядит как-то им надо им какой-то назвать не дать дельфины и сокровища что-то такое там же сокровища но на нее у меня до сих пор не распечатан титульный лист что-то я все как-то об этом забываю побеспокоиться буду вставлять картинку просто когда буду монтировать видео так и давайте коротко пробежимся голубоглазый тигр я вышиваю на 18 каунте полный крест 2 нити нитки с х с размер 250 на 374 крестика нова слобода снег в городе у меня он был выше тоже вышивался на 16 каунте все как в наборе все нитки аврора в общем полностью набор вышиты без изменений висяки фея яга 3329 на 328 размер сетка размерная у него вышивая полу крестом на 22 каунте нитками с х с также я вышиваю дельфины в океане и теле дельфины с сокровищами блин ну размер я не помню но что-то дофига дофига то полу крестиков вышиваю также на 22 каунте полу крестом нитки с х с так ну вот коротко пробежала и обозначила что вы увидите на этой вышивальной неделе а также в конце будет кусочек покажу вам какая пришла мне посылка с aliexpress нас после это время думаю это последняя какая-то посылка на ближайшее время я ничего не собираюсь ниоткуда нигде заказывать будем вышивать и работать тем что есть так что вот так ну вот все погнали покажу вам то что я тут наработала на вышивала новая неделя неделя у меня стала почему-то начинаться в пятницу и вот начинаю сегодня пятница 25 февраля и начинаю новую неделю вот с этого места это уже финиш можно сказать финишная прямая здесь где-то примерно 2500 крестиков и я надеюсь что до 1 марта то есть вот четыре дня у меня есть я вышью все-таки эту новую слободу вышли свой снег в городе так вот показывать чего я начинаю что у меня тут уже я начала вышивать и встретимся я думаю с вами когда я закончу все крестики и приступлю к бэку то есть встретимся с вами до когда я выше все крестики и а там будет дальше видно так закончила я вышивать и и все полностью начала вышивать тут бэк вот и тут что-то какие-то стежки накидала получили все криво я их тут не вижу что я их тут вышивала если даже вот так отдалиться короче плюнула я на все это дело не буду я вышивать никакой бэк не буду я делать никакой снег ничего все сейчас я и размотаю покажу как получилось пойду кину в стирку постираю и на этом все и уберу ее в рулон и забуду как страшно все на этом пошла я ее кину постираю разметка отойдет постирается чтоб чистая была все и все на этом эпопея кончилась моя с этой несчастной новослободой а число сегодня двадцать седьмое воскресенье 27 февраля в общем до марта я как хотела ее вышить вышила но хотела еще сделать из бисера снег здесь и вышить бэк но не хочу не хочу и все я понимаю что я вешать эту картину уже никуда не буду эту вышивку и не вижу смысла уже надрываться делать этот этот бэк вообще делать то что я не хочу я уже кое-как не дому человек все на этом так что вот пойду постираю и сделаю еще одно включение когда она будет чистая постирана ну что давайте покажу как выглядит он вышитый все на этом я останавливаюсь погладила постирала вот здесь у меня немножко видно да было размечено простым карандашом вот вы увидите здесь его видно ладно теперь как есть так есть вот тут его видно где темная там не видно на картине вот езде светло участок конечно видно просвечивается бог с ним не знаю сомневаюсь я что буду я ее оформлять и вешать куда-нибудь пусть это у меня будет вышивка в рулончике в принципе неплохо так сейчас выглядит красиво достаточно ну все так решила я повышевать своих дельфинов в океане с сокровищами обложку я думаю вы уже увидели как это должен выглядеть дизайн и сейчас я решил его повышевать что-то я так его решила повышевать по парадайсу попробую вспомню но я же по нему уже вышивала попробую еще раз вышивать но как-то немножко надо к нему привыкнуть есть конечно в нем функции которые удобнее чем саги но есть конечно что-то очень такое сложное непонятно может быть это что-то для меня очень сложно я не понимаю например для меня эта рамка это очень сложный это очень сложный предмет чтобы его выставить так как мне надо это я очень много нехороших слов вспоминаю чтобы сделать ее так как мне нужно в общем не знаю или я не умею этим пользоваться или что там такое так и в общем решила я вышивать продолжать сейчас буду вышивать дальше но там наверно встретимся когда что-нибудь уже на вышиваю так ну и как видите вот у меня по дельфинам освещение конечно плохое да сегодня очень пасмурно у нас всего так всего лишь вот я добавила вот это да немного ну хотя бы столько за все это время я бралась его вышивала ну когда-нибудь когда-нибудь вышиваю достаточно большой процесс будет долгий длинный поэтому надо будет его еще брать как-то время от времени ну пока что это все что я вышла на нем ну и вышивала я все это время практически одного тигра а тут уже же приближается воскресенье сейчас я снимаю суббота 5 марта завтра воскресенье 6 стоя а кстати у меня скоро день рождения надо разрезать канву на магнолии приготовить все обметать ее и на следующей неделе у меня будет день рождения кстати и на следующей неделе я начну еще один новый процесс магнолии на золотом бархате ура 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 давно я хотела ее начать но это будет потом ну что сейчас у меня размечен участок вышивать я буду ну как всегда по традиции примерно 600 полукрестиков главная основная цель сегодня и завтра по вышиваю и буду рассчитываться в совместном отшиве в совместном отшиве совы совместном отшиве у химеры что-то у меня стало с дикцией не очень хорошо так ну вот у меня с дикцией никогда особо хорошо не было но что-то сейчас вообще язык заворачивается так ну вот все показала я вам что буду начинать я буду как всегда пойду ну не как всегда как здесь я вышиваю я начну от этого вот этот центр у меня работаем и пойду вверх чтобы будем скруглять вот так так что пока что вот этот вот участок я начну зашивать а там включусь еще раз когда посмотрим что я тут на вышиваю уже и вот так у меня добавился вот такой участочек вот он 1290 полукрестиков за два дня вышитом так время от времени я бралась за вышивку вышивала и вот так это сейчас выглядит особо тут рассказать ничего видим как прибавился цветочек вышивается по-прежнему не сложно очень даже интересно хорошая приятная работа и на феи выше то у меня вот здесь 1290 полукрестиков и вот так вот оформился цветочек вы же то то есть последний раз вышла я вот это и обрисовался вот этот бутончик цветочек такой ну вот так это все получается нет сегодня света очень сильно пасмурно поэтому вот это вот так выглядит при естественном освещении пасмурном ну вот так все теперь сфере откладываю до следующего отчетного периода в химере в химере я уже отчиталась ой ну да в химере я уже совместном отшиве отчиталась и теперь будем будет ждать через две недели я повышеваю еще какой-то участок тоже будут двигаться вверх так и вот тигр покажу я вам с чего начиналось у меня этот отчетный период это последняя съемка была 25 февраля на этом в общем в общем это была съемка последний раз этого отрезка 25 февраля и вот с тех пор давайте я вам покажу что я на вышивала что и как у меня здесь получается и получилось вернее и вот что я вышила тут как он получается здесь растворяется в этой темноте красиво классно получается сейчас я буду пальцы переставлять перемещать другое место сейчас я не знаю размотаю наверное сфотографирую как сейчас выглядит сейчас по моему 66 или 67 процентов выше то что-то я не помню сейчас наверно размотаю сниму как это выглядит и наверно пойду обратно как слева с левой стороны пойду обратно зашивать проходить вот так ряд так что сейчас еще раз кручусь покажу что и как выглядит он на этом этапе развернутый смотрите как получается какой красавец спасибо химере за ее прекрасную схему ну если вдруг каким-то чудом такое случится что она меня посмотрит я не помню как имя и фамилию этой этой девушки этого дизайнера вот так получается мой тигрик смотрите вот как классно да вот прям видно как на него на морду вот падает свет и вот здесь под мордой вот эта тень от него но цвет упал да и вот здесь от него тень и вот и уходит растворяется в темноте в этой на черном фоне классно вообще мне нравится не знаю прям живой согласитесь же классный вот такой получается нос прям мокрый блестящий мокрый нос глаза такие которые мне казалось без зрачков да вот они так смотришь все нормально таких дело в том что он смотрит с какой бы точки ты на него не посмотрел не повернулся он смотрит прямо тебе в глаза вот смотрите как бы с какой бы стороны ты на него не смотрел он все равно смотрит тебе в глаза классный вообще так что так на вышивала я сейчас я перемещусь вот сюда тут раз черчу сколько еще осталось у меня здесь ну еще примерно треть работы до две трети где-то выше так и еще так ну да если 66 процентов это где-то как раз две третьих и выше то и третья часть еще осталось вот здесь я говорю пойдут вот вот такие вот цвета здесь будут вот это вот все темная темно это все бленды 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 и вот здесь черный вот это 310 а вот это все бленды их тут очень много будет и сейчас вот это все будет вот так вот вот этим вот этим вот темными цветами зашиваться у меня так что все что самое интересное у нас кончилась давайте запомним этот момент торжественно все самое интересное на этом тигре кончилась и теперь пойдет уже будем забивать ну сама не интересная да ну да с другой стороны здесь будет это все легче вышиваться потому что цветов здесь осталось мало, ну как цветов значков, хоть это бленды будут но значков уже количественно осталось мало и будут большие участки зашиваться просто этими цветами, так что я думаю будет, она в принципе не сложная у меня дочка тоже вышивает химеру и говорит, мама, ну легко вышивать, очень легко и вот, я тоже хочу сказать, что вышивается он легко так что если кто-то хотел купить эту схему я могу рекомендовать вышивается легко, результат отличный, как вы видите мне нравится вышивать, еще раз скажу легко, схема у химеры вообще не сложная по крайней мере из того, что я вышивала и вышиваю сейчас вообще не сложная если кто-то хочет начать на многоцветке, то вполне с них можно начинать, как я собственно и сделала, с них же начинала знакомство с многоцветками но пока что на другие еще и не перешла можно сказать, так, единично так, ну все, вроде бы показала сейчас я перепялю, я не знаю нужно ли снимать, что я перепялю этот участок, что я начну опять ну давайте, наверное, да, я сниму, чтобы было видно и вам и мне самой потом сориентироваться, что я начала где вышивать и где будем в следующий раз встречаться на вышитом участке так что вот так все, давайте через секунду ну и вот новый этап вышивки разметку надо сделать сейчас сделаю разметку и все думаю, я буду вышивать весь этот участок размечу, чтобы немного до низа да не немного, но прилично, да не влезает чтобы полностью угол нижний захватить ну ладно еще вышивать все равно много поэтому сейчас я вот это размечу и буду вышивать наверное, я последние вот эти дни сейчас пока буду вышивать больше тигр потому что ну не знаю мне его легче вышивать как-то на нем я больше отвлекаюсь мне его как-то ну психологически вышивать мне его спокойней или комфортней не знаю, как сказать поэтому буду вышивать тигра все остальное потом посмотрим так что вот так ну и все, наверное, на этом сейчас чуть-чуть повышиваю завтра уже буду монтировать видео поэтому на сколько я сегодня повышиваю ну давайте наметим себе участок намечу примерно ну не знаю сколько в общем вот так ряд буду вышивать пока вот так ряд идти потом сюда ну сколько я на вышиваю за этот день не знаю потому что я сейчас пойду поработаю работа у меня есть надо работать надо кстати позвонить узнать я работаю это у меня итальянская система итальянские материалы надо позвонить узнать у поставщика у своего ой, что теперь будет как мы будем работать и будем ли мы работать вообще я не знаю конечно я сомневаюсь что вообще ну в общем ладно не будем говорить на эту тему поэтому поэтому я не хочу снимать не хотела что у меня уносит все в эту сторону пойду позвоню узнаю что там дальше какой у нас какая перспектива план действий и что будет дальше поэтому вот так ну все это не относится к вышивке это бытовые технические или рабочие моменты вопросы поэтому увидимся чуть через несколько секунд так и когда начала я приступила к новому участку вышивать я вышивала вот только черный поезд здесь был только 310 нарезала пасму заправила сразу несколько иголок и погнала когда я была в офигевшем состоянии я вот только вот строчила 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 вот так и все ну теперь дальше буду продвигаться вот сюда на следующей неделе ну это уже будет на следующей неделе ну вот показала вам что тут сейчас на сегодняшний день на тигре у меня вышито уже 69% то есть еще сколько 6% и будет 3 четверти готово ну и там я думаю уже будем двигаться ближе к финишу вот так так сейчас давайте я посмотрю скажу где сколько на чем я вышивала сколько вышито за этот период сколько получается полторы недели да и я вам а и потом покажу вам то что у меня пришла посылка с алекс итак на тигре у меня за этот период с 25 февраля по сегодняшний день сегодняшний 7 марта отчетный день подедельник вышито 5770 крестиков на фее у меня как я уже сказала 1290 крестиков было вышито за два дня и давайте подниму сюда снег в городе и сейчас скажу сколько у меня оставалось на нем сколько я довышивала так и на городе здесь у меня последний участок был 2900 крестиков я их вышила и собственно вот мы видим вышитую полностью картину бэк я не стала делать не стала я делать этот снег пришивать бисер потому что не хочу я вообще никак не могу себя заставить это все делать просто не хочу оставлю все как есть вот так в таком виде вот она и все на этом не хочу даже даже притрагиваться не хочу настолько она мне как-то при том что мне очень нравится в принципе результат то что получилось но не знаю у меня какое-то я даже не знаю как это объяснить что у меня сложилось в общем не сложились отношения у меня с этим производителем и поэтому не хочу я какое-то у меня вымученное состояние что я ее кое-как вымучила и больше все отложила пусть она полежит пройденный какой-то этап и забыть об этом ну и в общем по за период с 25 февраля по 6 марта так как сегодня 7 я не считаю я еще ничего не вышивала это будет уже следующий цикл вышито у меня 9960 крестиков по-моему так если я не ошибаюсь то сейчас я пока тут туда-сюда я могла уже забыть сколько именно этом насчитала ну по-моему 9960 крестиков ну вот за полторы недели примерно за 10 дней значков вернее вышито потому что там были полукрестики на дельфинах ага дельфинов я еще не посчитала ну-ка подождите сейчас я исправлю и на дельфинах у меня вышито 1360 и в общей сложности получается вышито за этот период 11320 значков то есть и крестиков и полукрестика все я считаю один к одному потому что я не хочу делить умножать вот как вышло как сага какие единицы показывает такие я считаю так ну вот так теперь давайте посмотрим покупочки все что по вышивкам потому что я уже все рассказала смотрите что мне пришло это пришло сейчас был курьер привез посылку с Китая которая здесь полная палитра СХС должна быть так что давайте будем вскрывать это это я так понимаю подарок да ну везде писали что 8 штучек идет в подарок они кладут 2 4 6 8 да действительно 8 штук подарок были круто так ну пардон если кому-то будет шуршать или ладно давайте сейчас я вытащу без звука и дальше будем разговаривать так ну что будет шуршать наверное да что мы тут можем увидеть да пошло сначала 210 208 168 167 161 160 155 а вот отсюда надо было смотреть да считать бланк икрю 150 151 погнали погнали теперь дальше дальше 640 здесь мы видим да вот сколько здесь рядов раз два три четыре пять шесть шесть рядов вот таких здесь следующие номера вот так это выглядит и еще одна пачка ну все теперь теперь у меня есть полная палитра теперь продолжаем вышивать игрушки наконец-то наконец-то мы начнем вернее я начну наверное охудеть свою спортсменку буду ее вышивать так что вперед погнали будем вышивать будем возвращаться к вышивальной жизни все у нас будет прекрасно все погнали вышивать ну и на этом неделя завершается моя вышивальная вот что я показала что я вам вышивала и хочу сказать еще раз напомнить что везде вы меня можете найти вконтакте яндекс дзен рутуб везде будет моя страница или мой аккаунт короче в общем мой канал везде будет анастасия гак так что пробуйте ищите я не знаю пока что я во всем этом размираюсь да и в телеграме я также есть тоже анастасия гак ничего другого везде вы меня можете искать по имени и фамилии постараюсь везде на аватарку поставить тигра своего чтобы я думаю мой тигр уже можно как визитной карточкой канала назвать да поэтому чтобы вы легко ориентировались и вы легко могли меня найти на аватарке я поставлю моего тигра так ну вот вроде бы я сказала все что и показала вам все что я навышивала так что ищите если что в других местах ну а пока что я еще остаюсь на ютубе пока это возможно и буду вас радовать вышивальный цикл я думаю перенесу опять по понедельникам потому что так мне намного удобнее как-то и понятнее моим моим мозгам и постараюсь вот так вот по понедельникам выкладывать видео дополнительные какие-то видео на неделе не знаю болталки не болталки что там будет ну в общем будем смотреть по мере будем короче будем посмотреть что там будет дальше происходить и будем в общем будем жить дальше и там будет все видно пока что я ориентируюсь на то что я буду выпускать видео по понедельникам так что все на этом пока у меня все еще последствия коронавируса так что на этом всем пока говорить подписывайтесь и ставьте лайки как там на сегодняшний день выглядит смешно но тем не менее всем пока увидимся